Всем доброе утро, девчонки! Сегодня у нас суббота, значит у нас бьюти-завтрак. Сегодняшний бьюти-завтрак будет не такой, как всегда, потому что сегодня я хочу с вами поговорить об одежде и обуви, а не о косметике. Потому что ко мне пришло две посылочки, одна из Польши, вторая из Штатов. Обязательно подробно вам расскажу и покажу все. И также, конечно же, традиционно, давайте начнем с самого завтрака. Сегодня у меня будет зефир, это, скажем так, безопасная сладость, и вот такие вот орешки. Также чай, чай у меня с сайта iHerb, вот такой вот торговой марки, в данный момент это манго, но если честно, мне манго уже надоело, потому что манго пью одна я, и хотелось бы чего-нибудь другого, больше никакого другого чая не осталось, поэтому будем ждать следующую посылочку. Так, и чай, который без кофеина, с апельсином, его пил мой муж, ему он тоже чуть поднадоел. Будем искать что-то более разнообразное, что ли, какой-то ассорти. Вот, что касается зефира, хотела вам показать такой вот зефир Jaco. Он с крем-брюле, и у него немножко химозный вкус. Все-таки я останавливаюсь на бело-розовом зефире от Jaco, это самый вкусный зефир. Или же, если это роменский зефир, то у них есть то ли латы, то ли капучино, как-то так называются, очень вкусный тоже зефир. Все, буду пить чаек, и сейчас допью, и покажу вам все, что касается одежды и обуви. Первая посылочка, которую мы с вами рассмотрим, это посылочка с сайта Answer.ua. Я впервые заказываю с этого сайта, вот увидела его рекламу в Инстаграм, и решила заказать. Это польский сайт, наша посылочка шла с Польши, и в нашем городе нет бренда Tom Taylor, и еще и в Днепропетровск, город, который ближе всего находится к нам, даже там уже нету Tom Taylor, я не знаю, остался ли он вообще в Украине. Мужу очень нравится этот бренд, и поэтому я выбрала для него две футболочки, две кофточки, и впервые для себя, я раньше ничего не покупала от этого бренда, выбрала кардиган. Но кардиганом я не очень довольна. Давайте теперь с самого начала, сайт Answer.ua, это польский сайт, как я уже сказала. Посылка ко мне дошла за 4 дня, и я не знаю, буду ли я там еще заказывать, сейчас я заказала, потому что это было очень выгодно. Во-первых, я попала на распродажу, а во-вторых, при регистрации у вас есть промокод на скидку 300 гривен. Я с удовольствием, естественно, воспользовалась этим промокодом. Доставка бесплатная от определенной суммы, по-моему, это 750 гривен, точно так же, как и у Ламоды. И вот так вот здесь вот все выглядело. Смотрите, упаковка была вот такая вот, то есть она нигде не вскрывалась. Здесь была такая полосочка, которую вы отрываете, и таким образом сможете открыть, собственно, эту упаковку. Здесь написано Have a Nice Day. И вот эти вот штучки по периметру тоже были заклеены скотчем. Их фирменный Manswer.ua, и, естественно, никто не мог бы сюда залезть. У них вещи из 100% хлопка, 100% катона, все приятного качества. Я думаю, мужские вещи вам будут не очень интересны, и я сейчас покажу в первую очередь свои. Кстати, цветопередача на сайте не очень, потому что я заказывала одну футболку светло-серого, одну футболку темно-серого цвета. И, благо, хоть они разные по крою, но ткань у них идентичная, и цвет у них тоже, как видите, идентичный. Это не очень удобно. И то, что я заказывала для себя, обязательно вставлю вам картиночку, как этот кардиган выглядит в обычном виде. 49-50 евро. На самом деле стоил он значительно дешевле, потому что я брала по распродаже. Вот так вот выглядит вблизи ткань. И здесь вот такой вот металлический шильдик с надписью Denim и логотипом Tom Taylor. Тейлор. Неплохой. Я брала в размере М специально для того, чтобы он казался более объемным. Но он не кажется более объемным, к сожалению, даже в размере М. Поэтому берите свой размер и не прогадайте. Сделано в Бангладеш. И это стопроцентный катон, как и, собственно, вся одежда Tom Taylor. Вот. Это никакая не реклама магазину Answer. Мне никто за это не платил, к сожалению. Хотя я бы с удовольствием посотрудничала с этим магазином. У них очень много всего интересного. Но, например, Кельвин Кляйн на сайте Answer.ua он дороговат. Например, ГЭС дороговато на Answer заказывать. А вот Tom Taylor мы с удовольствием заказали 5 вещей и остались, собственно говоря, очень довольны. Что касается цен, вот такие вот цены в гривнах. Вот 400, 300, 300 и 400 это мужские вещи. И 700 это вот этот вот кардиганчик. И также здесь прилагается вот такой вот большой чек, где указано в злотых. Сайт Answer.ua мне, в принципе, понравился. Очень быстрая доставка. Все легко, доступно и понятно. И что мне понравилось, это то, что на первый заказ действительно очень хорошая вещь. Девчонки, вот такая вот посылка из 6 коробок. У меня было 6 пар обуви. Одна из них мне не подошла по размеру. Потому что, как писали, что Lacoste сильно маломерит. Я заказала на размер больше. Даже получается на 2. Вообще я заказываю 8,5. Это 9,5. Но они, наверное, на 41 или даже на 42 размер. Они просто огромные. Поэтому я их буду выставлять, наверное, на продажу. Потому что, наверное, у меня, наверное, и нет таких знакомых. Вообще они очень прикольные. Здесь вот натуральная кожа. Носочек прорезиненный. К сожалению, на сайте уже нет меньше размера. Я бы себе заказала. Но у меня буквально вот такая вот пятка лишняя. Я померю обязательно, сколько здесь постельки выставлю. Я думаю, что найдутся девочки на каком-нибудь сайте, которым будет интересна вот такая вот обувь. А вообще, если честно, обувь и Lacoste я довольна. Я заказывала зимой зимнюю обувь от этой торговой марки. И вот сейчас вот осенне-весеннюю. И тоже довольна. Вот хочу еще присмотреться к босоножкам, к шлепанцам. И я вам рекомендую. На все, что найду, я ссылочки обязательно оставлю в описании. Что тогда еще будет? Следующая покупочка. Это торговая марка Coach. Напишите, как это правильно читается. Coach, наверное, или Coach. Наверное, Coach. Не знаю. Не буду, в общем, коверкать. Это тоже размер 8,5. И, если честно, они немножко великоваты. Но не критично. То есть, носить, я думаю, можно. Я думаю, они не особо потянутся. Из-за того, что они и так великоваты, широковаты. Значит, 8,5 это на наш русско-украинский, да, славянский размер. Это 39. Но, вернее, я думала, что это 38. Это, наверное, скорее 39. Даже, может, 39,5. Поэтому, если вы заказываете у этой торговой марки, то учтите, что она может немножко большимерить. Здесь есть вот такая вот книжечка. Давайте посмотрим, есть ли здесь на русском языке что-нибудь. К сожалению, на русском языке ничего абсолютно нет. Ничегошеньки. Есть на английском языке и на... Я даже не знаю. Наверное, на испанском или на итальянском. Дальше какие-то китайские, японские, корейские. Вот такие вот разные иероглифы. Так, что касается этой обуви. У меня балетки. Как видите, они кожаные. И внутри и стелька кожаная. Вот здесь вот тканевая. И задничек тоже кожаный. Здесь впереди все тоже тканевая. Очень приятные, очень прикольные, очень качественно выполненные. Вот так вот, наверное, будет лучше видно. Здесь вот такой вот лейбл. И я хотела, чтобы он был черненький, потому что у них есть разные цвета. И на некоторых цветах вот эти вот штуки идут либо золотые, либо серебряные. Мне хотелось, чтобы фурнитура в глаза не бросалась. То есть, чтобы она такая была минимально заметная. И у меня вот точно такого же цвета сумочка от Michael Kors. Я думаю, они будут замечательно между собой гармонировать. Пяточка из вот такого вот лакового материала, лаковой кожи и носочек из лаковой кожи. Здесь просто обычная кожа. Следующая пара обуви. Это Calvin Klein. Хочу сказать, что Calvin Klein это моя любовь. Наверное, всех времен и народов я очень полюбила эту торговую марку. Именно потому, что от Calvin Klein у меня уже была зимняя обувь и демисезонная обувь. Я очень ею довольна. Она реально выглядит как новая. Ничего с ней не случилось. Я взяла себе бежевые босоножки на плоском ходу на каждый день. Вот так вот они выглядят. Здесь вот есть резиночка сзади. То есть, никаких застежек. Быстренько одел и побежал. Вот эти вот штучки очень-очень мягкие. Вот так вот выглядит внизу. Это также размер... Нет, это даже размер 9. Одна из самых бюджетных пар обуви. Это босоножки на каблучке. Я не очень довольна их качеством. Но мне очень нравится их внешний вид. Вот так вот они выглядят. Просто такие вот простые нежные босоножки. Качество у них как у китайской вещи. Смотрите, здесь нитки переплетенные. То есть, их нужно пообрезать. Они совсем некрасиво вот сделаны. Поэтому, девчонки, на 6PM... Они, кстати, стоили не так уже и бюджетно. Где-то примерно 28-30 долларов. Но, конечно, я понимаю, что хорошая обувь за такую сумму продаваться не может. Но, тем не менее, могли бы сделать и получше. Видите, здесь неаккуратно. И каблучок, он не попал в цвет вот этому вот лаковому покрытию. И что больше всего меня расстроило, это фурнитура. Конечно, можно сюда переставить что-нибудь более симпатичное. Потому что это уже совсем какой-то колхоз. Но, девчонки, есть ли смысл, не знаю. Здесь, мне кажется, больше подошла бы золотая, чем серебристая. Ну, или даже если серебристая, то более какая-то нежная. В общем-то, что-то с ними нужно сделать для того, чтобы их носить. Не знаю. Они не особо устойчивы. Хотя, у меня вот сейчас туфли на таком же каблуке у торговой марки Mia May. Покупала в Миротоне у нас. Я думаю, что это распространенный магазин. И в интернете у них, кстати, тоже есть магазин. Так вот, от Mia May вставлю вам ссылочку. Это безумно удобная колодка. Я с удовольствием бы купила обычные черные кожаные лодочки с такой же колодкой. Здесь, конечно же, колодка не очень удобная. Но это такие парадно-выходные туфельки. Чисто в кино сходить или куда-то, не знаю, в парк. Но с ребенком в песочницу, естественно, в таких туфельках я не пойду. Не очень довольна, рекомендовать не буду. Вот так вот называется торговая марка. Обязательно, опять же, ссылочку найду. Там было очень много различных цветов этих босоножек. Поэтому, я думаю, что-то да осталось. Еще одна пара обуви. Опять же, немножко великоватый. Хотя, размер 8,5. Как я и думала. То есть, он соответствует теоретически размерам моей ноги. Но, по факту, они, смотрите, такие огромные. Ну, хотя на видео, наверное, непонятно, какой у них размер. Тоже сделаны не супер аккуратно. Байгэс – это какая-то более бюджетная торговая марка, что ли. То есть, не Гэс, как у нас, а Байгэс. Ну, какая-то, как бы, дочерняя компания, скажем так. Какое-то напыление здесь. Вот, смотрите, интересное такое. То есть, видите, вот гладенько. Здесь напыление какое-то антискользящее, что ли. Не знаю. В общем-то, вот так вот. Изнутри все сделано тоже добротно вполне. Сейчас я попробую вам более подробно все показать. Вот так вот. Изнутри сделаны здесь вот такие вот колючечки. И сзади вот такая вот надпись «Байгэс». Все, в принципе. Я выбирала между этими и такими же вот кроссовочками, кедиками от Гэс. Не «Байгэс», а именно Гэс. И вот те, которые Гэс, они были вот здесь сзади со стразами. И немножечко, ну, чуть-чуть другие. Тоже беленькие. Наверное, на них тоже оставлю ссылку и постараюсь найти картинку, чтобы вставить вам. Но те были чуть-чуть дороже. Наверное, долларом на 10 дороже, чем эти. И я решила, что все равно это такая обувь, которую я каждый день носить не буду. Поэтому можно взять подешевле. Взяла подешевле и немножко разочаровалась. И также хочу вам сказать, что Томми Хильфигер на сайте 6PM гораздо дешевле, чем у нас в магазине. То есть у нас просто какие-то сумасшедшие цены на эту торговую марку. На 6PM вполне себе приемливая. И качество у Томми Хильфигер тоже более-менее хорошее. Взяла вот такие вот кроссовочки для своего мужа. Очень даже неплохие и интересные. Тоже вставлю ссылочку. Себе, к сожалению, от этой торговой марки я пока ничего не брала, кроме чемодана дорожнего. Как-нибудь, когда у меня доберутся руки, снять холл. Я обязательно вам покажу чемодан. И я хочу разделить видео на заказ США и заказы и покупки у нас в Заре, Манго и так далее. Но я настолько долго тянула с этим видео, что половина вещей уже просто-напросто абсолютно не актуальны. Вот, поэтому я подумаю, как лучше это сделать наконец-то. И постараюсь в ближайшее время, вот в апреле месяце 100% снять Манго только из тех вещей, которые будут еще актуальны. Надеюсь, это видео было вам интересно и полезно. Немножечко другой новый формат. И из 6 пар обуви супер классными я считаю только 2, 3. Ну и мужа. Ну и лакост классные. Опять же 4 получается. Ладно, получается 4 вместе с лакост, но они не подошли мне по размеру. А вот Байгэс и вот эта вот торговая марка, которая непонятно откуда, непонятно какого бренда. Здесь, кстати, 8,5. И учитывайте, что это реально 38 размер, а не 39. На 39 они будут маловаты, потому что они даже немножечко маломерят. Все остальные немножечко, немножечко большимерят, кроме Кельвин Клайн. Вот, всем спасибо за просмотр. Опять же, если это видео было вам полезно, ставьте лайки. Увидимся в следующих. Пока-пока.